В Нижневартовске вновь прочитали пьесу. Причем сделали это в присутствии зрителей. В столице Самотлора продолжает работать проект творческой группы «Куст номер 6». Актеры городских театров объединили свои усилия, чтобы знакомить горожан с новинками драматургии. Начинание уже два года. За это время чтецы поработали на самых разных площадках. В кофейне, музее, телестудии. А теперь вернулись на родные театральные подмостки. Подробности очередной игры со словом у нашего корреспондента Алексея Шабанова. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите! Вот такая экспрессия. Впрочем, это игра на камеру. На сцене готовится к представлению пьесы концлагеристы. Хаос не должен удивлять. Жанр читки – это минимум репетиций и максимум импровизации. Честно говоря, для меня нет отличий. Это тоже самый спектакль. Хотя занимает меньше времени на подготовку, я так же волнуюсь, я так же переживаю. Ты что находишь на себя в чире? Да всё новое. Новая драматургия, новый взгляд на другие. То есть пока я читаю, я уже переосмысливаю и уже думаю, как это можно поставить, как это можно сыграть. По традиции в проекте работают актёры всех трёх Нижневартовских театров. Пьесы всегда выбирают совместными усилиями. На этот раз выбор пал на антиутопию. Пьеса Валерия Шаргина «Концлагеристы» давно была в шорт-листе объединения. Но прочитать её смогли только сейчас. Здравствуйте, дорогие мои! В эфире выпуск самых свежих новостей нашей любимой Родины. Итак, главная новость этого часа. У нас в Удмуртии всё хорошо. И это все новости на сегодня. Находящиеся на сцене сами чтецы, сами режиссёры, осветители, костюмеры. Перечень театральных специальностей можно перечислять долго. Актёры чувствуют себя в такой стихии очень комфортно. Это отдушина, это то, чего мы не можем себе позволить на сцене, потому как там мы находимся в рамках режиссёрской задумки и тому подобное, художнической задумки. А здесь мы всё, что хотим, воплощать на сцене. То и воплощаем. Сами себе режиссёры. То есть это такая свобода. Конечно, свобода в полном смысле. То есть что хотим, то воротим. Эволюционирует и сам проект. Начинали два года назад буквально читать пьесы. Но долго актёры на месте сидеть не смогли. В текст автора стали привносить свои изюминки. У нас такой догмы нет какой-то. У нас не секта, где мы только автора представляем. Вот это всё зависит от текста. Здесь текст на самом деле очень такой динамичный. Вот читка, концлагеристы, пьеса, сюжет. И здесь вот эти вещи важны. Поэтому мне кажется, это нормально. А ещё участники проекта никогда не делают выводов, оставляя это право за зрителями. Вот и на этот раз всё закончилось обсуждением прочитанного и услышанного. Алексей Шабанов, Ромель Хайрулин. Телерадио компания «Югра», Нижневартовск.